Этот особняк в самом центре Санкт-Петербурга, одно из самых известных на Невском проспекте. Дом компании Зингер вот уже второе столетие подряд возвышается напротив другой достопримечательности северной столицы, Казанского собора, и известен всем гостям и жителям города, как дом книги. Швейная компания Зингер выстроила его в период 1902-1904 годов и сдавала большую часть помещений в аренду банку. Здание, выполненное в новомодном по тем временам стиле модерн, вышло поистине роскошным и поначалу сильно резало глаза петербуржцам, привыкшим к традиционной классической архитектуре петербургских домов. Стремясь угодить заказчику, желавшему возвести чуть ли не небоскреб, и в то же время не пойти против норм градостроительства в городе, где здания в центре не должны быть выше Зимнего дворца, архитектор Павел Сезор пошел на хитрость, его семиэтажный особняк увенчала изящная башня, над которой вознес и глобус, символизировавший глобальное распространение компании по миру. И поначалу опоясанной лентой с надписью «Зингер Ик», с приходом советской власти предназначение здания поменялось. Уже в конце декабря 1919 года здесь разместился Петр Гассиздат со своими складами, и заработал универмаг дом книги. Магазин продолжал работу даже в годы блокады, первоначально, в самом пострадавшем от снаряда в здании, а после ухудшения положения, в выносных лотках. Отремонтированный дом книги открылся вновь в 1948 году. Сегодня здесь размещается не только ставший классическим дом книги, но и современные офисные здания на верхних этажах, в том числе офис популярной социальной сети ВКонтакте. Дом книги, офис ВКонтакте. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.